Благие деяния, и поскольку это намтар, история освобождения, я хотел объяснить вам, что такое намтар, что такое история освобождения. В намтаре описываются благие диване, совершенно деяния, и там 33 страфы, и поскольку каждая страфа заканчивается словами, и это я считаю своим благим желанием, своим благим деянием. Этот текст называется «История благих... биографической... биография под названием «Благие деяния». И в «А что касается благих деяния», то в пути Батхисаттвы Марчарева да и говорится, что «Благие деяния» — это собрание на протяжении тысяч кальп, даяния, буддам и так далее. Также в «Видарма Коши» говорится, что «Благие деяния» — это то, что является противоположным неблагому поведению тела речи ума, то есть десятим деянием тела речи ума. Так в сутрах также говорится, что есть три типа неблагих деяний, либо три типа неблагого поведения. И эти неблагие деяния — это поступки тела речи ума, и они неблагие, поскольку они презираются великими существами, а также поскольку они ведут к неблагим созреваниям, неблагим последствиям. Противоположным этим деяниям является благость тела речи ума. Их расслабляют великие существа, и именно поэтому они называются благими. Их также называют тремя качествами чистоты. Почему? Потому что «Благие деяния тела» очищают тело, «Благие деяния речи и ума» очищают, соответственно, речи ума. И именно поэтому их называют те, кто очищают тело речи ума. И также поскольку это то, что необходимо оставить, от чего необходимо отказаться, но они также называются теми, что необходимо очистить. Например, стремление ума, то есть цепление ума получить что-либо, по своей сути, не является действием. Но поскольку это обращенное состояние, то оно также причисляется к неблагим поступкам. И в благих деяниях, которые мы начнем изучать сейчас, к этому тексту есть комментарии, составленные Санге Палтрупом. Он был учеником, и он составил общий комментарий к этому благим деяниям. Это не пословный комментарий к словам, но общий комментарий смысла. И в этом комментарии Санге Палтрупа содержится структурное содержание сабчи. И в этом сообщение Санге Палтрупе содержится три основных части. Первая часть – это выражение почтения и обещание написать текст, сложить текст. И вторая часть – это суть Намдара, суть биографии и в конце заключение, третья часть. То есть это три основных части. Среди них первыми идут выражения почтения и обещания сложить текст. И оно разделяется на две части – это выражение почтения великим существом и обещание написать текст. Первое выражение почтения великим существом. В тексте говорится с почтением, кланяясь, набеленным несравненной добротой, трем драгоценностям и собранию гуру. Краткое объяснение сути этого. Кому Микедор же выражает почтение? Выражает почтение трем драгоценностям, а также собранию гуру, всем гуру. И если вы спросите, а почему он выражает почтение трем драгоценностям и гуру? Поскольку то, что мы называем Буддой, нужно понимать в контексте объяснения Махаяны. То есть Будда – это тот, кто наделен тремя каями. Дарма – это истинное прекращение страдания, свободное от привязанности, а также истинное пути, которое ведет к свободе от привязанности. И Санга Махаяны – это собрание благородных существ, наделенное качествами мудрости и методами освобождения. И также он выражает почтение собрания всех гуру. То есть всем тем, кто достоин выражения почтения Маха. А какой причине текст начинается с выражения почтения? Автор этого текста Микю Доджи в этой жизни, а также в будущих жизнях. Его главная цель в том, чтобы освободить все существа от страданий. И в абсолютном смысле, а также даровать им временное благосчастье. А возможность этого зависит от благоприятных условий, а также сострадания и доброты трех драгоценностей и всех удержателей линий. И именно поэтому они так важны, так важная доброта для геолога Микю Доджи. И также смысл этого в том, что он полагается лишь на защиту высшего прибежища. Он не ищет прибежища других духовных мастеров, либо других защитников. И в целом в Тибете все авторы начинали свои тексты с выражения почтения Буддам Батхисадвам, Гуру и так далее. И какова была причина в том, чтобы избежать препятствий в написании текста? И также это соответствует советам Кадамбы, устной традиции Кадамбы, которая говорит, что вне зависимости от того, что мы делаем, перед началом этого действия нам необходимо совершить простирание и сделать подношение трем драгоценностям. И если у нас будет такая мотивация, блага мотивации и поведения, то не имеет значения, будет ли действие действительно исполнено, то есть будет ли оно выполнено в действительности, либо нет, и не будет никакой разницы в том, будет ли действие исполнено или нет. Есть ли такое действие, если перед ним идет выражение почтения, совершение подношения трем драгоценностям? И кроме трех драгоценностей, никто не обладает силой защитить от таких препятствий в исполнении благих действий, и именно поэтому выражается почтение трем драгоценностям и всем собранию гуру. И затем вторая часть – это обещание небесодействия. И в этой части разделяться на пять составляющие. Это выражение скромности, смирения, затем объяснение того, чем этот текст является для наделенных верой и преданностью. Основная тема – преодоление всех возможных возражений по поводу того, что такой текст не является подходящим. И в конце концов, также преодоление, пятая часть – это преодоление, преувеличение и преуменьшение. И первое из них – это выражение смирения, либо выражение смиренного почтения. В этих строках он говорит, что великие существа – это те, кто свободны от запутанности. И поэтому они знают, как должным образом объяснить это, что принимать и что отвергать другим. Но поскольку я, автор этого текста Мюкью Дорджи, я испытал разные радости и горе самсоры, у меня есть такой опыт, я также могу это объяснить, но нет ничего особенного в том, что я скажу. То есть великие существа ничего особенного в этом не найдут, такого выражения скромности, либо смирения. Второй пункт – это объяснение, каков этот текст будет для тех, кто является наделенным верой. Это вторая строка, что великие существа не увидят в этом ничего удивительного, но каким-то незрелым существам возможно понравятся эти слова. То есть, что обычным существам, которые стремятся к дарме Махаяны, которые обладают разумом, интеллектом, наделенной верой, то им полезно будет услышать эту историю освобождения, этот намтар. Они смогут упражняться на основе примеров, которые содержатся в нем, и поэтому они найдут радость, обретут в этом радость. После этого третий пункт – это основная тема. Основная тема – это строка, что я расскажу немного о своих благих деяниях. То есть, здесь говорится о том, что если я, автор этих строк, если я немного расскажу о своих благих поступках, то это будет полезно для других. Четвертый пункт – это преодоление опровержений касательно того, что это неподходящий текст. Эти строки – это две строки. Некоторые великие мастера воодушевили меня, сказав, что это будет иметь смысл. Здесь говорится о том, что я, кто рассказывает эту историю освобождения, не делаю это под влиянием восьмимирских дарм, что он является кем-то нечестным вором, который просто притворяется, что у него есть такие влаги и качества. И именно поэтому я не притворяюсь, мне нечего скрывать. И великие мастерны, такие как Шамар, Кунчок, Гиндан, многие другие попросили меня составить этот текст. И именно поскольку они меня попросили об этом, я написал его. Пятый пункт – преодоление, преувеличение и преуменьшение. Это строка, поскольку я лучше всех знаю свой опыт, я кое-что расскажу об этом. Это связано с тем, что если бы кто-то другой писал историю освобождения Мик-Юдоржи, то была бы опасность того, что то, чего не было, будет преподнесено, как оно было, и то, что на самом деле было, не будет рассказано. То есть вот такая история будет иметь недостатки преувеличения, преуменьшения. Но чтобы избежать этого, поскольку я сам знаю лучше всех свой опыт, я знаю свои благие деяния, тело, речи, ума, а также знаю свои неблагие поступки, я знаю свой собственный ум, и мне нечего скрывать от себя, то есть я лучше, это лучше всех. И именно поэтому я расскажу об этом. И таким образом Мик-Юдоржи объясняет, что этот текст не длинный, но он раскрывает очень глубокую, обширную тему. И в целом в древней инье у меня было такого большого интереса в написании истории, биографии. Нет ни одной ясной биографии таких великих существ, как Нагаржина, Асанга, Васубанду. И поэтому также существует много запутанностей касательно жизни этих великих существ. Например, говорится, что Нагаржина жил на протяжении 900 лет. И в отличие от Индии, в Китае большим энтузиазмом относились к написанию истории о древности. И поэтому все индийские бандиты, которые учили в Китае, о них всех хорошо известны, известны даты жизни и так далее. И также и в Тибете был довольно большой интерес к написанию таких историй, историй жизни. Например, Джоу Атише. Если бы Джоу Атише не пришел в Тибет, то, скорее всего, никто бы сейчас и не помнил о нем, никто бы не вспомнил его имени, никто бы не сложил историю его жизни. И поэтому в Тибете много историй о великих бандитах, о великих ученых, о великих мастерях. Но в том, что касается великих мастеров Индии, которые жили в самой Индии, таких историй нет. И в общем, когда мы смотрим на историю освобождения, на наптары, которые ученики складывали о своих учителях, о своих гуру, то в них столько привлечений, столько восхвалений, что они совсем не похожи на реальные истории жизни. Так, например, ученик Ранжунга Дорджи Третьего Кармабы по имени Юм Тумба написал в автобиографии. У меня нет никакой истории освобождения, никакой достижений для учения существ, которые бы я достиг с помощью обширного поведения. И если у меня нет его, я бы сказал, что они есть. И если бы я сказал, что они есть, то это было бы ложь, поскольку ложь касательно великих деяний, это о нарушении обетов личного освобождения, индивидуального освобождения. Например, это похоже на тех существ, тех людей, которые притворяются, что они, практикующие великого совершенства дзогчин, широко раскрывают глаза в медитации. Хотя на самом деле они не являются такими практикующими. И большинство историй освобождения написаны в силу неблагих освобождений. И также дальше говорится, что если бы, наоборот, я обманул о тех небольших и маленьких благих поступках, которые совершил, то такие воспоминания не были потеряны. И об этом говорил Будда. Кстати, поэтому следует быть очень осторожным для того, чтобы ничего не преувеличить и ничего не преуменьшить в том, что касается благих деяний. И следующие слова цитируются во многих других текстах. Говорится, что большинство истории освобождения пишутся в силу надменности. Они восхваляют слишком высоко в гуру и таким образом превращают его в шарлатана, показывают его как шарлатана. И именно по этой причине я напишу свою собственную намтару, напишу свою собственную историю освобождения. Вкратце, без преувеличений и без преувеличений. Если вы считаете, что это невозможно, если вы считаете, что этого недостаточно, что это ложь, тогда без предвзятости следуйте, то, что я напишу, стоит ли сомневаться в этом или нет, содержатся ли в этом какие-то противоречия. То есть что он здесь говорит? Что поскольку мои ученики, если они будут писать мою историю освобождения, то они не расскажут ее честным образом. Они либо преувеличат, в ней что-то либо преуменьшат. Лучше я сам напишу ее, напишу честно. Так же Карма Чагме написал в тексте, который называется «Последствия истории освобождения». В этом трактате он изложил причину написания «Намтар». И также он объясняет, каким образом необходимо оформлять «Намтар», чтобы предотвратить любые возражения по этому поводу. И что же пишет Карма Чагме? Если вы говорите, что написание собственной «История освобождения» нелогична, поскольку в таком случае ученики не смогут изложить в ней свой собственный опыт знаков, переживаний и реализации, то такое опровержение не годится, поскольку важно то, что может сказать кто-то сам о своей истории, а не то, что могут сказать они и другие. И здесь говорится о том, что мы лучше всех знаем, о чем мы думаем, что мы чувствуем. Мы знаем о своих опытех, о своей реализации. И именно поэтому есть особая причина в написании автобиографических историй, то есть собственных историй освобождения. И также по этому поводу Киван Аллактан Шабдрубн сказал, что обычные люди часто называют собственные «Историями освобождения», хотя на самом деле они и ни на сантиметры не поднялись из трясины самсары, поэтому их историю нельзя назвать «Историей освобождения». То есть он говорит, что история и биография обычных существ и Набдары, великих существ, это не одно и то же, и обычные истории нельзя называть Набдарами историей освобождения. И на этом я хочу остановиться сегодня, и завтра мы начнем уже настоящее учение с многими деяниями. И люди говорят, что если вы не будете учить по тексту, а там 33 строфы, когда же мы сможем закончить этот текст? И поэтому, слушая эти разрешения, я также начала волноваться, а как же, может, это и правда, если я не буду учить по тексту, как же мы, как же мы закончим? И поэтому я завтра начну учить по строфам благих деяний, и думаю, что мы успеем все закончить. И на этом все на сегодня. Посвящение, заслуги. Благодаря этой заслуги, пусть я обрету все веления, победив врагов, разрушающие действия, сбушивших у ООО, рождение, старости и смерти, закяна самсара, освобоживая всех существ. Благодаря всей заслуги, что я накопил, благодаря дарме Великой Колесницы, пусть все существа обретут совершенные качества. Пусть долго сохраняются учения Будды, пусть все держатели учений живут долго в просветании и славе. Молитва долга жизни Кармабы. Воплощение сострадания всех Будд Кармабы. Воплощение активности всех Будд Кармабы. Кармаба по воплощению, возведенной как Реген всех Будд. Кармаба. Оргин эндрюду утренли. Пусть ваша жизнь будет долгая. Пусть на протяжении всех своей жизни я никогда не разлучаюсь с совершенными мастерами Дакбокаги, в особенности славным Кармабы. Всегда помню о нем как украшение на макушке моей головы. Игорь Сунин, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...